Сторонник бывшего президента и лидер социал-демократов Тимирлан Султанбеков заявил, что 10 июня в доме Алмазбека Атамбаева в селе Койташ будет открыт оздоровительно-образовательный комплекс. По его словам, это поручение самого Атамбаева. Ну а здание в форме юрты, которое находится на территории особняка, станет музеем в честь 7 апреля. Дом в Койташе входит в число активов Атамбаева, ранее конфискованных решением суда. Бывший президент приговорен к 11 годам лишения свободы по обвинению в незаконном освобождении из-под стражи известного в криминальных кругах Азиза Батукаева. В фонде управления госимуществом напомнили, что дом находится в государственной собственности. Дом в селе Койташ посетили судебные приставы. Представитель государственной регистрационной службы и фонда управления государственным имуществом с требованием освободить здание. Применена принудительная мера уголовного права воздействия в виде конфискации по следующему обращению соответственности государства на следующий муществ Атамбаева Амазбека Шершеновича. Это объект оздоровительного комплекса. В данный момент было передано в ФУГИ прием актом число 12 апреля 2022 года. И в данный момент сейчас этот оздоровительный объект является собственностью государства. Специалисты, занимающиеся передачей имущества на баланс государства, сообщили, что здание было зарегистрировано как медицинский центр и что для выселения жильцов не потребуется отдельного решения суда. Жильцам необходимо освободить здание в течение трех дней. Документальный объект является собственностью государства. Мы даем жителям три дня. Если они не освободят здание в указанный срок, придется выселять принудительно. Площадь земельного участка составляет 2,7 гектара, площадь зданий – 1385 квадратных метров. В фонде управления госимуществом считают, что Атамбаев пытается сохранить конфискованное имущество, делая вид, что намерен использовать здание как социальный объект. Это не идентичный случай, когда имущество бывших президентов передавалось государству. Недвижимость Атамбаева в Койташе может быть использована как клиника для престарелых. К слову, на территории дома, ранее принадлежавшего семье Бакиевых, расположенного на улице Джибек-Джолу, открыт реабилитационный центр для детей с инвалидностью.